здравствуйте дорогие друзья мы продолжаем серию наших зарисовок о москве в этом сюжете мне хотелось бы показать вам как выглядят современные новые районы находимся мы в савеловском сити это квартал небоскребов выполнен он в нью-йоркском стиле всего в 7 минутах от станции метро дмитровская ну и практически до центра до кремля здесь чуть более 5 километров несомненное преимущество этого комплекса его расположения видовые характеристики на все достопримечательности москвы но и очень удобная инфраструктура в плане узлов транспортных потихоньку это все дело развивается вот на горизонтах мы видим остаются какие-то промышленные зоны ранее здесь было именно так но москва в свое время запустила новую программу освоения промзон осваивают ржавый пояс можно так его назвать москвы и вот такие вот появляются новомодные современные кварталы жилые массивы мы это все с вами сегодня здесь посмотрим для тех кто давно не был это будет удивлением молодая компания строительная занималась возведением этих домов также ну мы увидим на горизонте более мощные жилые строения буквально 2021 году там более десяти тысяч семей получили квартиры здесь как вы видите законченная часть потихоньку вот подсеивают газоны доделывают но есть конечно еще моменты которые требуют дополнительного вмешательства и внимания но потихонечку эти моменты будут доделаться ведь основной это уже есть и мы видим и представляем как примерно этом будет в благоустроенном виде в окончательном выглядеть но в целом понимание по этой части территории города ну вырисовывается конечно же вот то что впереди это все будет со временем освоена ну примерно в ту же самую стилистику где-то будет и проезжая часть расширена связывающие всякие элементы соседними гранича чими районами ну и конечно же переходы все это здесь еще добавится в целом в законченном виде конечно же хотелось бы на это все посмотреть лет через пять шесть семь и побывать здесь вновь для того чтобы многому еще удивиться да и открыть для себя какие-то новые инженерные подходы вот в таких современных строениях детские площадки магазины павильоны фитнес клубы детские дошкольные школьные все здесь есть я хотел бы отчете и глубже пробраться потом вернуться снова на эту территорию поэтому вы осматривайтесь скажем так напомню что в предыдущих сюжетах которые будут выскакивать в правом верхнем углу мы с вами покатались по прилегающим к этой территории местам зеленые массивы и зеленые парки у нас парк дубки у нас есть парк яблочково парк на гончаровской парке в районе в днх останкина все это здесь недалеко располагается но в принципе даже в горизонтах видно останкинскую башню как ориентир ну и давайте продвинемся дальше сюда мы с вами еще возвратимся посмотрим на все своими глазами как это интегрируется напомню и еще раз что территории были здесь промышленные промышленной зоны вот с правой стороны остаются еще терминалом и там сейчас проедем специально посмотрим ну и на первых этажах в зданиях есть разные кафе разные клубы разные магазины стояночки ну вот вы видите так вот поделить зоны с левой стороны интегрирован в такой вот эта пятерочка магазин продуктовый здесь разные фастфудные зоны вот мы видим не так давно переименовался фастфудный тоже еще один магазин под шлагбаумами чтобы здесь не было наполнено ну практически вся москва а в особенности центр центральная часть ограждают как правило часто посещаемые места охраной шлагбаумами потом это все переходится в автоматический режим ну собственно говоря для тех кто здесь работает а здесь много и офисов помимо жилых домов то есть ну вот так рационально используют те площади которые здесь есть ну и терминалы давайте продвинемся вдоль них со временем я думаю что их выведут отсюда вообще в москве много точек перебрасывается в округе за пределами московской кольцевой автомобильной дороги появляется все больше и больше крупных терминалов вы видите заезды для больших машин ну известный магазин вот вывеска впереди но вот с правой стороны видите уже что-то переделывается обновляется достраивается осваиваются эти территории прямо у нас рынок радио рынок совеловский в москве с рынками тоже потихонечку борются выводят их закрывают вот один из остался таких стареньких это совеловский радио рынок то есть тут и вокзал совеловской впереди и большой транспортный узел который связывает и метро несколько веток третье транспортное кольцо проходит рядом но в общем так по-хорошему освоив эти территории мы получим в законченном виде неплохие новые районы и и интегрированные вот с бизнесом с арт-объектами старыми за площадями от разных производителей заводов что-то вот на горизонте сносится что-то пытаются сохранить как арт-объект обносят вот разными конструкциями ну и давайте с вами продвинемся посмотрим как выглядят освоенные уже территории они подстраиваются обновляются ну жизнь там уже налажена во все и я предлагаю здесь с вами посмотреть на все это улица складочная вывеска мне подсказывает его ну и пока мы едем вдоль торговых площадей с правой стороны вы увидите кто является застройщиком на фотографиях примерно уже можно понять то что будет на этих территориях то что уже там есть для тех кто интересуется недвижимостью вот у вас есть такие подсказочки на что обратить внимание как вы видите есть уже и готовые дома есть уже на этапе завершения есть дома которые будут интегрироваться сюда на уровне котлована то есть это инвестиции то есть можно стать инвестором но для этого вот подсказочка три буквы пик первая ипотечная компания обращайтесь на сайт я думаю вы увидите что из себя представляет по площадям какие границы в этих домов сколько это стоит ну и грубо говоря все расположение в общем плане схемами и в дальнейшем что здесь будет еще добавлено вот так вот выглядят уже те территории которые освоены вы видите что забор еще есть здесь будет возводиться еще какие-то корпуса но в целом напоминает следующее помните в советское время когда были старые черно-белые фотографии когда появлялись новые районы вот они выглядели примерно но в очень похожем формате то есть какие-то кустарники отдельные какие-то молодые деревья большей степени такой каменный можно так сказать район но поверьте разрастается это все быстро быстро это наберет свои обороты зелени здесь добавится и я думаю что в законченном виде будет хороший новобудный райончик сквозные поэт подъезды на две стороны ну и как я сказал что вот площади осваиваются подстраиваются новые какие-то строения корпуса отличаются друг от друга и по цвету и в каком-то решении современные используются материалы дорожки прямые обратите внимание на освещение всегда обращаю ваше внимание на это светодиодные новомодные столбы ну и подземный паркинг да здесь на территории в округе конечно же есть много машин ну кто-то оставляет гостевой транспорт приезжают разгружаются мебель заводят увидите на горизонтах как раз расположен совеловские сети ну и вот так вот вот это все дело интегрируется я думаю что москва будет в дальнейшем иметь по плану вот что-то очень похожее на это площадке то есть ну во всяком случае существует такое понятие как внутренний двор и мы видим здесь отдыхают и родители и дети есть площадки никуда не за территорию внутреннего двора не выходят но это большой плюс конечно же хотелось бы чтобы дома ну как сказать совсем плотно не застраивались то есть как окно в окно да но тем не менее вот чтобы сохранялась вот это вот улица прогулочная зона место отдыха газоны деревья чтобы можно было высадить ну и в целом за законченный такой получился бы район не хотелось бы что в среде этих маленьких домов что-то в середине на площадке возвысилась там свыше там 30 50 этажа потому что это как бы целостность будет нарушать поэтому скорее всего инженеры и стратегии в развитии вот так вот делили зонами здесь однотипные по расположению и высоте скажем так дома вот и в целом это смотрится неплохо то есть в любом случае даже на уровне ребенка различить дома по цветовой гамме цветовому решению может что-то будет еще конечно здесь добавлено вот вы видите как оформлены подземные паркинги ну зимой естественно вы понимаете что здесь происходит ну в целом все на своих местах можно так сказать ну и горизонт на горизонте вы увидите что сносится москва ржавая скажем так ржавые площади до старые заброшенное строение есть забор где стоят бытовки здесь будут возводиться новые корпуса и потихонечку потихонечку вытеснять вот эти промышленные зоны которые где-то советское еще время потихонечку закрывались потихонечку распадались всякие организации как и государственные так и ящики закрыты производственные объединения и так далее все это интегрируется вот такие решения выкупаются но процесс это тоже не быстрый и непростой не все соглашаются на продажи но тем не менее в дальнейшем находят какие-то выходы и вот превращают эти районы нечто подобное очень красиво оформляются современные помойки мусорки как я и сказал используются современные материалы мы видим детскую площадку огражденную то есть эта территория либо дошкольного образования либо садика какого-то но это мы сейчас увидим туда приблизимся ну и вот такими витками мы с вами в принципе посмотрели на то что здесь происходит по мне я люблю когда симметричная здесь вот как раз сохраняются эти все пропорции скажем так квадратное все не вызывающее нет вот этих вот бордюров сумасшедших как помните когда их красили в желтый и зеленый цвет причем краской которая у нас считалась вечная она никогда не засыхала вот здесь этого безобразия нету нет этих заборов никому не нужных и так понятно что это забор это газонные туда не надо проходить вот территория как раз какого какая-то образовательная компания но скорее всего здесь это будет что-то типа детского садика вот нету вот этих бетонных каких-то заборов если есть какое-то ограждение да то она воздушная какое-то прозрачное продуваемая то есть не громоздкая скажем так ну и вот так вот интегрируются дорожки да то есть практически их и не видно то есть они не тяжелые беседки укрытия то есть где можно в ненастную погоду скрыться от дождя пожалуйста есть лавочки скамеечки площадки спортивные ну и давайте с проедем дальше посмотрим на это все вместе что в округе происходит в целом вот хотелось бы именно такое как вот было в советское время чтобы были широкие пешеходные территории чтобы у водителей автотранспорта были свои какие-то возможности оставить автомобиль запарковать его но в принципе здесь вот решение есть но на мой взгляд она как сказать не совсем законченная хотя есть какие-то карманы парковочные но можно было что-то еще придумать такое чтобы как можно больше умещалась машина тем не менее люди ищут какие-то решения здесь помимо тех кто проживает постоянно есть и соседние территории я думаю люди тут научились заезжайте парковать свои это тоже автомобили коммерческий транспорт конечно же но и обратите внимание на полицейских и они пологие то есть не такие бугры которые мы привыкли вот начальная школа детский сад интегрируется здесь вроде кажется с одной стороны что вблизи дороги но и другой стороны современные подходы камеры замки там и так далее воспитатели внимания то есть я думаю что здесь с этим все в порядке и переживать не стоит парковки для инвалидов съезды также для колясок для велотранспорта для людей с ограниченными возможностями здесь все предусмотрено вот туда дальше под мост много очень площадей всяких промышленных и я думаю что это тоже такие на будущее перспективы которые в дальнейшем превратятся в нечто подобное возможно по дизайну будет что-то немножко отличаться но в целом по схему по своему расположению будет примерно выглядеть также я так думаю и вот обратите внимание подземный въезд подземный гараж все автоматизировано с видеонаблюдением то есть нету того что можно встретить в других районах то есть стоит там два три четыре дома и все усыпано вокруг автомобилями так что пробраться никуда нельзя хотелось бы вот обратить внимание на застройщиков чтобы как можно больше эти площади разрастались под землей если это есть такая возможность в несколько этажей чтобы вот свободно это казалось вроде как площади не очень большие да ну и немало и одновременно когда вот не загружено все когда не брошенный автомобиль на газонах вокруг домов и все это не очень плохо то и выглядит как вы видите подстраивается все как я и говорил ну и в законченном виде как когда это все обретет свой законченный вид здесь будет очень хорошо вечернее время конечно здесь все светится все переливается на первых этажах очень много разных магазинов офисов кафе по всей этой территории тематических каких-то зон много молодежи но молодежь здесь отдельно находится я сейчас это все дело вам тоже покажу но я думаю что вот обратить внимание с правой стороны современными материалами закрываются внешние фасады и что-то здесь обновляется встраивается ну и рано или поздно ли все все эти площади будут освоены под новую современную жизнь современными материалами и пешеходными прогулочными арт объектами зонами конечно же мы еще посмотрим я думаю через несколько некоторое время через несколько лет мы сюда еще раз вернемся с вами посмотрим как это все дело в законченном виде смотрится но пока то что есть вы видите здесь может с вами проехали и давайте приблизимся к гаражному такому комплексу открытому многоэтажному площадке как вы видите с правой стороны все-таки сохраняются производственные какие-то зоны конечно же они будут тоже адаптированы выведены наверняка за пределы города что собственно говоря происходит во всех районах ну и вот так вот это все не так уж сильно игра мозга выглядит кому-то нравится старый стиль кому-то нравится совсем зеленые районы кому-то нравится высотные здания кому-то нравится какая-то городская суетая жизнь ну и также вот застройщики которые вели здесь строительство не так далеко от метро построили такие уже весомые небоскреба башни там стоят я их называю башни близнецами то есть виды потрясающие на зеленые горизонты на новые новомодные строения в вечернее время там вообще красота ну и основные достопримечательности здесь это и башня в днх и центр с другой стороны зеленые парки всякие ветки железнодорожного транспорта узлы развязки трассы все это конечно же видно но и на горизонте обратите внимание написано флакон то есть это как раз промышленные зоны которые сохранились это стало каким-то арт объектом мы сейчас с вами туда продвинемся вот как раз я про башни говорил вот они на горизонте появились располагаются не как раз возле станции метро дмитровская ну и в пешем порядке здесь пройтись совсем мало то есть вот где-то где жилой дом небольшой стоит там находится выход метро дмитровская второй выход как раз где бар где башня располагается но и там проходит железнодорожное сообщение сразу есть и транспорт вот поэтому все это интересно смотрится старые строения издательства разные ящики там и так далее но тоже потихоньку обновляются но уже изживают себя вот а здесь получается что люди и живут и тут же работают в отдельных зданиях которые мы с вами видели есть офисное расположение находятся офисы внутри не удавалось побывать современные лифты современные материалы интересный паркинг все под наблюдением в общем достойно выглядит и мы с вами перешли через железнодорожные пути к заводу с левой стороны флакон ну а с правой стороны это хлебозавод территория когда когда-то она была совсем запущена разбитое стекла все обшарпанное раз разбитое разваленное и вот с таким подходом современным решили обновить эту зону вот увидите кстати говоря на горизонте железнодорожное еще одно сообщение еще одна ветка здесь есть и ветка 2 которую мы с вами пересекли это ветка которая идет от метро савеловская ходит в сторону шереметьево значит что здесь происходит вот была конвейерная линия подъезжали сюда грузиться к этому пандусу автомобили за хлебом на хлебозавод ну и покидали далее по магазинам развозили продукцию конечно это было в ужасном виде и соседние дома жители вот этой прекрасной не так давно отреставрированной внешние фасады покрасили и привели законченный вид сталинку эту унылый вид был но в целом вот обновили таким образом эти территории вечернее время все светится сверкает арт-объект труба осталось иногда какую-то проекцию делают ну и вот так вот эти современные зоны выглядят сегодня то есть много магазинов бутиков салонов кафешек разных вот ангар с правой стороны тоже за эксплуатировали под разные там тематические всякие зоны лежаки ну и давайте с вами проедем дальше на территорию флакона то есть у вас будет понимание где располагаются у нас молодежь подростки но в принципе вы видите что здесь молодое новое поколение часто встречается приезжают сюда и потусить ведь все-таки вечер вечернее время поэтому огоньки набирают свою силу территория это будет наверняка и дальше в оккупаться впереди там был какой-то парк троллейбусный чтобы там ремонтировалась есть и рядом какие-то фабрики бывшие производители парфюмерии там и так далее все это потихонечку все эти зоны вот переходят в такое русло и осваиваются здесь еще одна есть интересная территория мы с вами вернемся но в этой части вот обратите внимание как это все выглядит то есть платный въезд автомобили здесь гостевые бары кафе ресторанчики арт-зоны какие-то в общем все здесь есть для того чтобы молодежь подростки находились свое место такая закрытая полузакрытая территория где играет музыка играют разные группы приглашаются возводятся какие-то сцены ну и вот кафе под открытым небом выглядит примерно так пробраться здесь достаточно сложно вечереет тусовки набирают свои массы ну и собственно говоря такая вот она ночная жизнь таких территорий много ну и вот обратить внимание на горизонт там тоже есть много чего освоить вот со временем это конечно же все будет переделано вот ну и бутики магазины как я уже сказал какие-то услуги картины что-то ручное что-то делают в общем здесь это все дело доступно троллейбус в стене ну и бары с разными названиями еще раз говорю что выступают группы не мешают они никакого здесь жилого сектора поблизости нету ну и вот как раз возводят сцену здесь будет выступать какой-то концерт либо какие-то исполнители либо сниматься какой-то клип здесь это тоже частенько происходит ну и давайте покинем эту территорию в общем у нас получился с вами очередной ролик все предыдущие мои сюжеты будут доступны я с вами буду заканчивать этот сюжет не прощаюсь говорю всего лишь ну а пока пока и до новых сюжетов а